Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэм и мы продолжаем играть в игру Darkest Dungeon. Спокойствие среди руин. Отчеты от домов на холме подтверждают радушные вести о снижении клетворного духа около старых руин. В следующем задании плюс 33% очков решимости в руины и в следующем задании плюс 15 урона в руинах. Хм, что-то новенькое. Так, значит нам нужно отправляться в руины, ребята. А почему бы и нет? Такой шанс потерять я не готов и не хочу и не буду, и я отправлюсь в эти руины. Так, кстати, ребята, да, что произошло за это время? Я тут немножко поиграл, я увидел фанатика, я с ним дрался, жесткий мужик. Всех моих ребят хотел сжечь на костре, но я его победил. Также я еще раз попытался побить мельника на мельнице. Тоже не получилось, ребят, не получилось только из-за одного, что у меня начали стрессовать мои хилы и мне пришлось оттуда убежать. Но свои 15 кристаллов я все-таки урвал, точнее осколков. Что еще произошло? По-моему, больше ничего. У меня погибла хилка одна. Это, по-моему, как раз на мельнике было дело пятого уровня причем. И вроде бы все. А, да, ребята, самое главное-то. Не на мельнике у меня хилка-то погибла. А было здесь, короче, вторжение бандитов на мой город. Оно было как основным заданием. Там было либо я туда иду, либо я отказываюсь. Если я отказываюсь, то какие-то постройки у меня будут уничтожены. В общем, я согласился туда пойти. Там был шестой уровень чемпиона. Я взял своих ребят, самых мощных. И, короче, я там встрял по полной программе. Там такие бандосы были. Меня так там начали курочить. И в хост, и в гриву. Я, короче, уже и хилы там у меня подох, и еще там кто-то. Мне пришлось оттуда сбегать. В результате, ребята, я понес большие потери в плане своих наемников. Также и в плане своих зданий. И вот потихоньку-потихоньку мне пришлось подкапливать денег. Я был вообще на подсосе. Буквально тысяча в кармане. А что я за них не мог? Ничего абсолютно. И кое-как, кое-как потихонечку выковыривался оттуда. О, ребят, смотрите-ка. Воитель-ветеран. Кстати, развил себе, ребята. У меня 22 наемника. Теперь уже может быть. Это, я считаю, очень хорошо. И, как видим, воитель-ветеран у нас третьего уровня. А у меня какого? У меня тоже третьего уровня. Хм. Слушайте. Ну, вот таких вот бойцов надо брать. Всегда. В любой момент их можно выгнать. Ого. У него прокачка 4-4. А у меня 2-2. Естественно, ребята, этого паренька нужно оставлять. Так, а мы можем еще что-нибудь улучшить? Пока нет. Пока нет. Но хотелось бы, ребят, наверное, вот здесь вот до 26 прокачать. Это нужно еще 20 купчих, получается. Да? 20 купчих есть. Мы попробуем сейчас поменять на бюсты. Хватит нам. Так, 8, 10. Ну, давай вот так вот, согласимся. 10. Еще одну купчую. Ну, я думаю, что мы с вами можем... А, мы можем гербы поменять. Да. Вполне. Почему бы и нет-то? Вот так вот. Отлично, ребята. До 26 мы с вами увеличиваем инвентарь для своих героев. Ух, теперь я могу брать хоть сколько. Отлично. Мне нужно очень, ребята, много хилов. Потому что хилы у меня здесь, грубо говоря, на вес золота. Стоит от них сходить в поход, как сразу же у них там стрессы, болячки. Я их в госпиталь отдаю за бабло. И уже на следующий поход у меня никого не остается. Поэтому нужно как можно больше их набирать. Так, смотрите, ребята, у меня здесь вот это вот смущает. Внутренний двор. У меня очень много вот этих вот приглашений. И вот у меня задание есть. Смотрите. Ставшие жертвой проклятия герои дрожат, скулят и умоляют дать им еще крови. Это чертова снадобья наверняка можно найти. Только во внутреннем дворе. Ищите ящики, помеченные как запасы винодела. И задействовать три запаса винодела. Я думаю, что надо сходить. Но мне почему-то кажется, что там будут эти проклятые комары. И скорее всего туда нужно брать уже ребят, которые у меня заражены. Чтобы нам, как говорится, ничего не потерять. Может быть, я, конечно, не ошибаюсь. Но как вариант надо брать, мне кажется, именно их. Вот я возьму вот так. Так, мне придется взять еще вот эту вот хилку. Как вы думаете? Нет, ну какой-то отряд не айс получился, если честно. Вот. Она пойдет, интересно? Нет? Нет. Она не хочет идти. Тогда как вариант... Блин, ну у меня нету дамага, ребят. Ну нет дамага. Как я пойду туда без дамага? Брать? А может быть взять с собой этого разбойника? Я его давно хотел прокачать? А то он у меня на втором уровне завис. Справимся ли мы с вами? Вот в чем вопрос. Хотя, почему не справимся? Должны справиться. Все у нас должно быть под контролем. Главное, ребята, не бояться. Так. И, естественно, надо что-то ему взять. Ммм. Так. Очень редко это для разбойника. Минус 10 урона. Минус 6 крита. Хорошо. Давай возьмем. Не понимаю, для чего. Почему это криту? Только для разбойника. О, вот это тоже возьмем. Так. Плюс 5 от стресса. Плюс 6 крита. Обычная. Какая-то фигня, если честно. Так. Вот. Может быть, вот это взять? Типа кровососов. Да. Давайте возьмем. Там наверняка будут у нас эти комары пескуные. Так. А это что такое? Урон против кровососов. О, ртутная мазь. Я думаю, что... Блин. Давай возьмем. А вдруг я ошибаюсь, а? Там будут не кровососы. Ладно. Пока не проверишь, не поймешь. Так. Нам нужно с вами что-то убрать. Я убираю вот это. Я поставлю вот это. Неприцельный выстрел. Понятия не имею, что это такое. Глубокий порез. Порез вены. В общем, как-то вот так вот мы с вами оставляем. Все. Я думаю, этого будет достаточно. Ну что же. Два таких, два таких. Остается нам только взять припасики. Из припасов я возьму, пожалуй, еды. Так. Еды возьмем с вами. Всю взяли, да? Так. Да. Баночки придется брать, ребята. Без них никуда. Они у нас, видите. Бешеные. Кстати, вот это вот у меня, ребята, было найдено. Лекарство. Прохождение и состав этой настойки неизвестно. Однако, они утоляют жажду, вызванную багряным проклятием. Я вот и не понял. Если вот это вот мы утоляем жажду, то вот это вот, по идее, то же самое получается. Утоляем и утоляем. Хрен его знает. Слушайте, а факела, по-моему, там не нужны. Да ведь? Или нужны? Слушайте, я не помню, если честно. Ни разу там не был. Именно вот в особняке. Когда мы в первый раз ходили, там не нужны были факела. А тут их хрен его знает. Ладно, возьмем с вами. Вдруг пригодятся. Черт его знает. И, пожалуй, возьмем, наверное, с вами... Травить там вряд ли нас кто будет. А вот... Кровотечения вешать на нас будут. Все. Поехали, ребята. Туманы способны завести героев в опасные места. Внутренний двор. Нет, по-моему, тут все-таки не нужны были факела. Ну и шиш с ними. Давайте посмотрим. Да, черт побери, не нужны были факела. Ну, лопухнулся, лопухнулся. Что же сделаешь? Ладно, будем потихоньку с вами идти. Погнали. А что это возле меня какие-то тут мухи-то летают? Я не могу понять. Что это за бред? Так, это что такое у нас? Можно просмотреть, что он переполненный улей. Если я его трону, наверняка отсюда вылезет всякая погонь. Ага. Жаль, это кусают. Но нам пофигу. Потому что мы и так уже прокляты. Пошли далее. Ай, голубчики вылезли. Хе-хе. Здорово, хламоны. Дайте мне винишко лучше хлебнуть. Так, стресс начинается опять, да? Ну, они как всегда. Так, жажда на кого? А ему пофигу, он так уже зараженный. Так. Соблазн усиливается с каждым ударом. Соблазн пускай усиливается. Вы, главное, у меня это. Не заражайте остальных. Хилку там, например, или вот бандоса. Так, надо. Ну, что такое? Я бог крови, нифига ты. Так, чумная граната. Чумная граната. Надо. Надо двоих прижучить. Да, ребят. Ты смотри-ка, у одного сопротивление было. И делаем контур. Чик. Хорошо-то как. Так, парирование. Все, нормуль. Давай-ка этого мы нагреем. Сколько? 85%. О, 95. Давай этого. Ага, ну пускай хотя бы так будет. А яд-то, смотрите, как нехило травит, да? Ну, естественно, давайте мою вестолку еще заразим тут. Ну, а вот дудки тебе. Хе-хе-хе, разогнался. Кукиш тебе, блин, с маслом. А вот я, пожалуй... Зачем мне еще бросать? Я не знаю, не нужно, наверное, этого делать. Давай он лучше дезориентацию сделает. Получится, нет? Сопротивление у гаденыша, оказывается. Заход на цель. Получил гаденыш свое, а? Будет меня еще бомбить. Так, ну что же. Давай этого, наверное, убьем. Хорошо-то как пошло. Не стрессуем, не стрессуем. Воюем, и все будет у нас под контролем. Так, подожди, что у нас тут? Порез вен, давай сделаем. Вот так вот. Давно хотел бандиты себе раскачать, и у меня выдался такой вот шанс. Давайте расстановочку поменяем. И будем сразу же продолжать движение. Так, куда у нас? Что у нас там за... А, запасы винодела нужно, да? Найти. Так, что у нас тут в мешочке? 25 голды! Очень... Вот они, вот они, видимо, запасы. Кровь. Не, необходимо выпить крови. И вот он схватил, блин. Продолжаем движение. Обалдеть. Я так понимаю, вот именно это нам нужно, да? Да, потому что возле него, по ходу дела, вот эти вот комары летают. Ну-ка, среагируют? Нет? Нет, не реагируют. Тогда давай. Пей еще. То, что вы ищете. Ага, такой довольный. Ага, нашли, е-мое. Довольный. Нет, я только рад, что нашел питью себе. Ну, по-моему, это не то, ребят, все-таки. Ну, что, на этот раз? Ага, еще нашли три скляночки. О, тут их целый склад просто-напросто. Яркое золото, украшение и каменья. И за все уплачено кровью. Ну, естественно. Чем же еще-то? Только кровью врагов, а не нашей кровью. Так, пойдемте далее. Опа, вот и заварушечка. Обожаю заварушки. Застали врасплох мы этих говняков. Смотрите, да? На заднем фоне. Светская, блин, вечеринка этих комариных отродьев. Все, они меня разгневали. Буду жарить. Бесчадно их. Так, делаем контр. 90, 90. Так, 90 процентов. Давай, вот так вот сделаем. Пускай тебя атакуют. А что атакуют? Мы сейчас этого комарика-то и прибьем. Замечательно. Ну, кто рискнет? Что-нибудь будет делать? Нет, никто не хочет. Так, сколько? 85 процентов. Придется его. Ага, на девяточку бомбанули. О, яд-то как хорошо их отнимает, а? Интересно, можно ли прокачать или усилить побеждение от яда? Вот, мне этот вопрос интересует. Назойливое жужжание. Да. Действительно, назойливое жужжание. Безупречная служба? Что это ты там? Защиту поставил, да? Ага, понятно. Хорошо, тогда мы будем травить. Травить тебя, гаденыш. Вздох. Извини, сори, пардончи. Ах ты, гад, комар. Надеюсь, не заразил? Нет. Разбойник мой в порядке. Ну, контрит он не по-детски. Есть, крит урок. Отлично, шикарно. Я никогда не сомневался, что в разбойниках, что в могильной воровке. Они вообще великолепно себя ведут. Так, мы с вами... Ох, еще нашли тут... Нашли кучу всего. Куда мне это вмещать, я ума не приложу. Давай вот это вот выкинем. Слушайте, ну вот это вот барахло можно взять только... А, давайте факела выкинем. Это барахло берем только лишь из-за одного, ребята. Я могу это продать. Да, именно из-за этого только и буду брать. И стоят они причем нехило. По полторы тысячи. Ну, не все, конечно, некоторые. Но я думаю, что они оправдывают того, чтобы их взять и таскать с собой до победного. Так, ну что, нам еще с вами надо вниз идти. Так, поехали. Только где эти склады-то винодельные? Жрать что-то они слишком жрать очень часто хотят. Вам не показалось так? Что там достается? Сто монет? Хорошо, сто монет мы с вами осилим. Спокойно нести. Карман, как говорится, нам не жгут. Ага. Так, что здесь такое? Что это? Ничего, все нормально, все спокойно. Все. А, и тут еще, смотрите, внизу. Внизу будут три комнаты. Угу. Так. Что такое? Наконец-то мне удалось заполучить образец мистической материи. Будет хватать, да? Блин. И порезалось, е-мое. Кровотечение получил. Но на этот случай, ребята, я взял бинтик. Вот так вот. Она одержима мистицизмом, что ли? Расхватает всякую ель. Смотрите, да? Черепа там лежат. И именно вот этих вот комаров. Это я их когда-то, наверное, в свое время накумалил. Вот теперь там они валяются. Так, ну что, давайте сюда пройдем. Так, статуи. Что там у нас? Плюс стресс. Сопротивление к кровотечению. В минус, опять же. Ну что ты, что ты? Меня напугать захотел? Гаденыш. Почти удалось, е-мое. Отсюда все уже забрали. Жаль. Очень жаль. Ну что, я так понимаю, здесь ничего нету. Странно. И тут тишина. Пфи. У нас только два варианта, ребята. Вернуться вот сюда, в эти комнатки. Ну, а что это нам даст? Запасы виноделов. Задействовать. У нас же ничего нету, никакого. Да нету. Чтобы я что-то мог здесь делать. Хм. Интересно. Ладно. Две комнатки мы сейчас с вами... О, ага. Может быть, вот это вот? Забытые яства. Оказались гнилыми. И ты заражение, да, получаешь? Ай. Цингу. Да ядрена ты уж в болото теперь вляпался-то. Куда ж ты? Ты под ноги-то смотри, а. В какую-то трясину вляпался. Да ядрена ты уж. Ну что ты? Ну, чумной доктор. Хватит уже придуряться-то. Не до шуток сейчас, на самом деле. Так, я что-то не понял, ребята. Где у нас эти-то? Ну что я там должен активировать-то? Запасы виноделов. Где они? Ну ладно, паучки и пришли. Вон там я вижу какие-то еще, видимо, запасы, да? Надеюсь, что это они. Надо подхиливаться. Так, ну что же. Бомбанем, пожалуй. Ага, бомбанем. Вначале они сходят. Так, а вот теперь бросаем гранату. Блин, только на одного. Ну ладно, у него сопротивление, по-моему, да? Нет, нету никакого сопротивления. Поэтому будет гнить от яда. Сдох. Хе-хе. Такое ощущение, что мои вены набиты песком. Фига у тебя ощущение такое. Я даже в голове такого представить не могу, да? А, нет, в принципе, могу. Знаете, когда у тебя нога затекает, а не мивает, и ты хочешь потом что-то сделать, не можешь. Так, что это такое? Обычное. Так, 20 сопротивления к болезни. В принципе, блин, неплохо было бы такую штуку поиметь. Так, и выкинуть. И выкинуть нам нечего. Хорошо, давайте так сделаем. Все. Ну, надеюсь, это последнее, нет? Ага. Щепки-херепки. Да ладно. Не может быть, чтобы ничего не произошло, а? Ну, последнее, нет? Берем. Есть. Есть, ребята. Все. Выполнили мы это задание. Довольно легкое, согласитесь. Но, тем не менее, денежку мы за это должны получить и хоть сколько-нибудь. Ну-ка, просветите-ка меня. Сколько мне чего и положено, и сколько я чего нашел. Давай, поускорим дальше. Слушайте, ну, неплохо. Семь косарей у меня есть, плюс мы с вами крепкая пряжка. Получаем. А у меня, по-моему, такая уже есть. Ну, и, соответственно, гервы... А, уровень получает, да, у меня тут? Ну, давай посмотрим, что у нас тут в Чанси получает. Клятва Гиппократа. Ну, это хорошо. А это... Восстановление минус 20 получаемого лечения. Нимфомания. При стрессе... Так, получено исцеление при стрессе плюс 20 в борделе. Понятно. Загульщик. Надежность. Минус 10 урона от стресса. Заменено обреченность. А тут минусы, минусы, минусы. Блин, пепельный. А что вот это вот за значок, интересно? А, это замена, видимо, да? Понял я. Когда такие значки, это значит, одна болезнь заменяет другую. Ну, я так понимаю, что не всегда на хорошие. Ох ты. Настал долгожданный день. Весть о нашей беде разлетелась по королевству. И вскоре с дилежанцем прибыла новая партия пучного мяса. На шесть новобранцев больше, чем обычно. Дай-ка я пойду гляну, что-то за новобранцы там. Вон они стоят там. Оу, воу. Смотри-ка, ребят. Довольно неплохие экземплярчики у нас. Ветеран-дрессировщик пришел третьего уровня. И разбойник третьего уровня. Кстати, и хилочка пришла второго уровня. Ну что же, я, наверное, возьму бандита себе. Возьму дрессировщика. И возьму хилочку. Они пригодятся, поверьте мне. Тут вот нулевого есть, но я что-то не хочу нулевого брать. Слишком долго прокачивать ее надо будет. Так, что у нас здесь еще? 25 кубчих нужно. 25 кубчих. Это дофига. Дофига. 25. Ну, давай попробуем кое-что сделать. Так, нам нужны гербы. Если мы меняем их на кубчий, сколько тут получится? Так. 7. 30. Хорошо, давай вот так вот сделаем. Сколько у меня? 39 остается, да? Нужно 26, 25. То есть, в принципе, пока все терпимо. А если мы вот так вот сделаем, сколько тут получится у нас? Маловато. А где у меня этот чувачок, который торгует всякими безелушками? Я хочу посмотреть, сколько мне нужно осколков на какую-нибудь минимальную вещь. 25. Что он делает? Игнорирует незаметность. Минус 20 к шансу душевного подъема. Плюс 5 к риту, если в инвентаре есть пыль осколков. А пыль осколков, это что? А что такое пыль осколков каких-то? Когда атакует плюс 40% защиты, то пустой минус 20% получения лечения. Что? Только оккультист. Оккультист. А кто такой оккультист? У меня есть интересный оккультист. Так, это, по-моему, не он, а? Нет, это чумной доктор. Оккультист. Это самобичеватель. Разбойник. погоди-ка, ну это понятно, это шут. А оккультист? Так, это щитолом, да? А, нет, это дикарка. Дрессировщик, вес толка, это понятно все. А кто же такой оккультист-то у нас? Я что-то не могу никак понять. Ну, это у нас шаман. А, вот, оккультист, е-мое. Понял. Почему-то раньше его звали шаман, сейчас его звали оккультист. Так, это значит для него, да? А это чумной доктор. Есть целебные травы. Слушайте, ну, в принципе, неплохо. Нужно только эти осколки зарабатывать. Что довольно нелегко. Так, что у нас тут? Внутренний двор вырос. И какое-то тут у нас следующее задание эпическое. Е-просто. Не пойду я туда. Не пойду и не проси меня. На эпик я не согласен пока еще, ребят. Так, что у нас? Давай посмотрим, может быть, есть кого-то тут сразиться в комнатах. Старая ведьма. Давайте, ребята, пойдем, пожалуй, на старую ведьму. В чащу поломанные кости и дубленные человещие кожи принадлежат гнусной ведьме-людоедке. Убейте ее ради всего святого. Убить старую ведьму. Уровень сложности средний. Учение. Хорошо. Я попробую, ребят, ее наказать. Для этого нам понадобится кто? Ты пойдешь со мной? Нет, шут? Шут не пойдет. Значит, задание легкое. Значит, пойдет со мной. Наверное, вот этот шут, наверное, рванет с удовольствием. Да? Рванет. Потом вот этот пойдет со мной. Так, а ты-то тут что-то притесался-то. Так, дальше смотрим. Не пойдет, да? Нет. Да пошел ты с тобой еще идти куда-то. Так, хорошо. Значит, мне бичеватель я сам не хочу здесь брать. Можно взять бандита с собой. Где мой бандит, которого я только что вот недавно взял? Вот он. Вот этого бандита мы, наверное, сейчас возьмем с вами. Сейчас мы ему только воткнем какие-нибудь штучки-дрючки хорошие. Очень редкая. нет у нас никакого проклятия Багрянова. Так. Плюс 6 к риту плюс 5 урона от стресса. Блин, 5 урона от стресса. Это фигово. Сопротивление к яду, но зато уклонение теряем. Редкая. Подвеска быстрого натяжения. Черта знает, а. Что тут лучше такого-то взять? Хм. Так. На первой позиции. Все на позиции. К шансу навыка кровотечения. Давай-ка возьмем. Будем, как говорится, их всех в кровь пускать. Сопротивление болезням. Это к перемещению. Это все не нужно. Так, к глушению. Может быть, вот это взять? Очень редкое. Хрен с ним. Пускай будет очень редкое. Так, вроде бы. И смотрим теперь, ребята, какие у него навыки. Так, показывай мне навыки свои. Вот это мы уберем. Хотя, подожди, нет, это мы уберем. Хотя, нет, картечный выстрел мы, пожалуй, ставим. Вот это уберем, а вот это вот возьмем. Хотя, зачем нам, если у нас есть парис вен? Ладно, пускай будет так вот. Так, у этого родного что у нас? Так, понятно. Этим я, ребят, честно говоря, не пользуюсь. Может быть, апперкот взять, отбросить на два и оглушение или же метку. Давай метку, наверное, возьмем лучше. Так, хорошо. Ушута горохова что у нас? Блин, очень много всего плохого и в то же время хорошего. Так, от стресса ведьма, интересно, это же нечисть, да? Наверное, нечисть, ребят. Черт, или мистика она? Нет, скорее всего, она нечисть ведьма. А он будет стрессовать очень жестко против нее. Слушайте, мы тогда, наверное, заменим чумного мы с вами возьмем. Я не знаю, может быть, она там будет нас травить, хрен его знает. С ведьмой с этой еще как-то не сталкивался ни разу. И нужен мне хил в обязательном порядке. Какого хил взять? Что-нибудь есть такое? Попроще 5-го уровня? Только один есть хил вот этот вот 2-го уровня. Так, смотрим, что мы можем ей надеть. Тут, естественно, нужно что-нибудь хорошенькое. Ну, я что-то ничего такого не замечаю здесь. Вот, надо, наверное, вот так отсюда возобрать. Подожди-ка. Отсюда возберем. Вот. И мы ей уже поставим. Вот так вот. Так, чумной, у тебя все нормально там? К шансу оглушения. Нафиг нам это нужно? К шансу оглушения. Давай-ка что-нибудь другое мы с тобой, наверное, поставим. Два таких, нет, два таких нельзя. Так, он в проклятие. минус 25 урона от стресса при наличии давай вот это возьмем. Мы как раз в багровом этом проклятии, так что нормуль. И выставим, выставим мы надрез. Кровотечение вешает. Давай-ка мы, наверное, с тобой слепящий газ вот так вот сделаем. Да. Ну, что же. Где там ведьма-то у нас? Я уже запамятовал. Где ведьма-то? Подожди, я что-то не понял. Мы с вами собирались на ведьму, так? Убить свиной король. Какой свиной король? А, вот, 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 старая ведьма. Фух, погнали, ребят. Естественно, возьмем с вами баночки. Три штучки, я думаю, хватит. Так, еды. Обязательно возьмем еды. Так, взяли еды, возьмем с вами, наверное, антидотов от кровопотери и что же еще? А, и факела, конечно же, факела, ё-моё, все время про них забываю. Один раз я уже сходил без факелов, хватило с глазами, точнее, за глаза. Ну, я думаю, что все. Остальное как-то пыль осколков. Вот она, ребята, пыль осколков. Да, я думаю, хватит. Поехали. Или не хватит, нифига. Черт его знает, это бабка-ведьма старая. Хрен его знает, ребят, погнали. Я собрал в своей библиотеке множество репких и древних трактатов о свойствах растений и собирался посвятить несколько недель экспериментам. Однако мне помешала молодая женщина дивной красоты, которая несколько раз посещала мое поместье. Понятно, записки предка-ведьмы, один из трех. Нечисть здесь плодится на бездумное и а будто по взлому извращенному плану. По взлому извращенному плану. Ладно, все понятно, извращенцы. Давай мы вот так вот, наверное, поменяем местами. Я сказал, поменяем, блин, местами. Вот сюда. Да что ты! Все. Поехали, ребята. Долгий, длинный путь, как мы видим. Нам, главное, не устрашиться. Не хватаем... Блин, ты посмотри, схватил. Ну и что, заразился, как всегда, нет? Нет, вроде бы, все нормально, обошлось. Хорош стрессовать-то уже, ему еще ничего не сделали, ты уже начинаешь там пугаться. Что тебе, света маловато, что ли? Из-за этого ты очкуешь там. Ведьма, наверное, будет залющая. Так, кто-нибудь схватит сейчас. Мы не будем это тронем. Давай посмотрим, ребят, вдруг что-нибудь такое хорошенькое будет. Ничего интересного. Ладно, понял. Почему возле меня комары крутишь? Я не могу понять. Так, понятно. Давай-ка начнем. Приступим потихоньку, да, ребят? Давай вот с этого начнем. Так, теперь бомбочку вот на этих двух. Пускай там. Ах, у них сопротивление. Вот оно что. Ага. Ну-ка. Хорошо пошло. Так, добьем? Сможем добить, а? Отлично. Хорошо-то как. Добили. Не буянь, я тебе сказал. Кровозлияние повесили, а? Метка жертвы. Ах ты, гад. Ты смотри, что творят. Метка жертвы. Опять на него? Гады пометили, а? Ладно, мы делаем с вами вот так вот. Кровозлияние. Отлично. Так, излечиваемся. Блин, даже надо было поперкнуться, е-мое. Так, добили. Ну-ка. Уклонение, уклонение. Ты смотри, какой шустрый тоже, а? На уклонении, гаденыш. Так, мне не достать, придется вытягивать. А вот здесь-то я возьмусь за тебя. Смотри, опять метку свою бросает. Ну, это все мелочи, ребят, мелочи жизни. Так, все нормально, все нормально здесь у нас. Давай-ка вот так вот бросим. Блин, смотри-ка, не отравить его, а, гаденыш это. Ну, раз так нельзя, будем тогда... Ах, нема... Вот, вот это его надо. Ух, кританули хорошо на 12, сдох, короче, гриб. И остался лишь один единственный грибочек здесь, который сейчас у нас подохнет. Есть. Так, забираем. Что у нас здесь, интересно, будет? Спрятано сокровище, спасибо большое. Простите, но мне просто необходимо убедиться, что тут нет крови. Тут все нормально. Так. Ё-моё, я хотел почитать, взял, выкинул. Ладно, не беда, ничего хорошего, все равно там не напишут. Мы лучше с вами потихонечку будем идти. Так, а лопату-то я взял? Лопату я не взял. Ой, как сейчас стресс это... Ммм, наловил, наловил, блин, полные штаны. Ладно, зажигаем факел поярче. Сразу заголодали, блин, сразу у них тут... Я слабею. Что? Герой зачах. Жажда крови неодолима. В конце концов, герой просто не смог вынести эти страдания. Чего? Он что, у меня все? Отдуплился? Да, ребята, придется выходить. Тремято, куда я тут? Жесть, я не думал, что все вот так вот печально может обернуться. Офигею просто, а. И сейчас мы получаем тут статов всяких хреновых, клаустрофобию. Тревожный разум. Чего ты получишь? Светочувствительность. Охренеть. Не, ребят, ну на ведьму все равно надо идти, но я не думал, что просто чувак у меня погибнет, блин. Выпивает флакон крови. Ну пускай выпивает. Почему? Ага, вот у меня, кстати, нет, нет, ребят, показалось. Думал, появились. Ну, на них бандитах далеко не уедешь, поэтому мне пока этого достаточно. Так, кого же взять-то тогда? Блин, я не знаю, ребят. Танк, вот, вот этого возьмем. Он хорош, как танк. Жалко, у меня нету больше могильщицы. Она мне лично, хотя мы можем взять вот этого. У него что там завалить-то? слабость. Минус, получаем так, минус 20 к лечению, блин, офигеть у него тут красоты такие висят. Давай вот так тогда сделаем. Надеюсь, правильно или лучше этого взять. я даже не знаю, чего лучше, кого взять лучше-то. Хм, бичеватель у нас тут немножко контуженный. В принципе, я могу взять дрессировщика. Он тоже очень хороший, ребят. Он очень хороший. О, так, к ослаблению. Давай возьмем. Сколько там процентов? 20. И еще, пожалуй, мы возьмем. Хм, а что мы еще можем взять? Вот, наверное, вот это вот. Сопротивляемостью возьмем. так, и посмотреть нужно, что у него за удары. Так, вот мы сделаем. Так, 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 вот это нам не нужно, а вот это вот возьмем. Охранять союзника. Усиление себя. 17 к уклонению. Кровотечение. Давай, наверное, вот это вот уберем, а вот это вот возьмем. Как-то так, я думаю, да, ребят? Ну, где наша старая ведьма? Она в чаще там у нас была, по-моему, да? Старая ведьма. Ух, злюка. Погнали. Давай возьмем флакончик. Так. Блин, только все припасы зря, блин, потратил, да, ребят? Ну и факелов, конечно же. Все, я думаю, больше ничего я брать не буду. А, лопату. Давай, две возьмем, блин, так уж и быть. Так, 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 все это взято. Поехали, вперед. Я так не помню, для чего, ребята, нам нужна вот эта вот кость для собаки? Ни разу почему-то я не употреблял. Чаще. Видимо, блин, красавица тоже мне нашлась. Да я понял, офигеть, дивная красота. Это, видимо, все люди, которые раньше были, окружались у него в поместье, все попревращались, хрен знает во что, или знает в кого. И нам просто приходится, ребята, делать глобальную зачистку всей этой нежити. Что ты там? Возможно, тут есть кровь. Да есть кровь для тебя. Что-то вы как-то тут захандрили чересчур. Как вот только узнать, что... Это, ребята, что ему пора кушать. О, не зря я все-таки взял лопатку. Разбираем. Хорошо. Давай, давай, не бубни. Так, это что у нас тут? Так, понятно, опять эти хламоны застали врасплох моих. И я продолжаю. Яд. 60% сопротивляемость у них к яду. Поэтому будем травить. А у них у всех сопротивляемость. Обалдеть. Так, а это нужно быть... Ага, давай-ка вот так вот позицию поменяем. Вот. Теперь будем жарить. 85%. 85%. Прокатило. Добить сможешь? Подожди, надо вот этой вот. Я думаю, сможет. Ай, не хватило немножко. Ладно, не беда. Песик фас. Ах, как разорвало в кочер. Дичь загнана. Заразный дождь. Оу, щет. Все-таки отравили, а гады? Слушайте, мне кажется, что ведьма будет что-то с ядом делать. Блин. Что-то я сейчас прозрел насчет этого. Смотрите, они все пшикают. Надо было нам сопротивляемость, наверное, брать от яда. Да-да-да, скорее всего так. Ну что же, лечимся, ребята, лечимся от этих всяких недугов. А другого варианта нету. И дальше пробиваем. Оу, уклонилось. шапка. А так, ты интерес можешь куда-нибудь? Подожди-ка. Вот так вот. Ох ты, всех троих, что ли, вот это хорошо. Я не знал, что он ряд прошивает. Ахарос пшикать-то уже отравляет опять же. Не зря я взял все-таки с собой чумного. Он здесь как нельзя хорошо у нас зайдет со своим вот этим отхиливанием. Так, ну-ка, готова, псина позорная. Так, чумной ты ходишь или нет? Да, чумной ходит и лечит своего братишку. Самое плохое, ребята, когда они впадают в какое-нибудь безумие и начинают пропускать ходы или еще что-нибудь в этом роде. Вот тогда, да, тогда будет жестко, очень жестко. Сейчас сдохнем. Все. Ну что же, начало неплохое. Вполне неплохое. Что у нас тут? Сил придало, отлично. И двигаемся с вами дальше. Я не знаю, стоит ли сюда заходить. Я думаю, что не стоит. Поехали вот сразу напрямки. Так, факелок, подожди, факелок надо зажечь. Да ядрить тебе на корень. Блин, еще и отравили, а. Черт бы и побрал. Давай, лечись. Заходим. Ну, с ведьмой нам придется повоевать. Я думаю, даже ребята не обойдется там без этих. Без жертв. Кто-нибудь, как всегда, у нас упадет. Не помню я еще ни одного босса, чтобы прошли так гладенько и чисто. Ну, не считай, там, лошпенов, блин. Которых даже боссом-то не назвать. Так. Переходящее звено. Блин, висалка у меня стрессует по-жесткому просто. У нее уже 52 из 200. Так, ну что, травить, я думаю, нет смысла, да, их? Хотя, почему нет? Есть, ребята, у них сопротивляемость вообще ничтожная. Так, и пробиваем. Готов. Так, что там? Ага, на чумного бычет, траванет. Нет, не траванул. Так, песик, давай вот этого убей. Ну-ка. Оу, посмотрите, как яд жестко бомбит их. Хотя это у них просто очень мало здоровья. Так, ладно, сейчас этого лечить придется. От яда. Так, ну-ка, бомба не... Промахнулась? Оу, печалька. Лечи. Да, скорее всего, ребята, она будет там травить. Эта ведьма нас... Постоянно на нас будет висеть яд и наверняка какой-нибудь массовый. Ну, хорошо, хоть у меня есть чумной. Главное, чтобы он не отдуплился. Так, сейчас мы вот это вот с вами откроем с помощью ключика. Опа. И что? И все отлично. Так, почитаем. Себастьян не вернулся из караула. Мы ужинали, как вдруг по залам этого некогда великого дома разнесся жуткий рев, а затем прозвучал выстрел. Побросав миски, мы поспешили к Себастьяну, но нашли только его пистолет и кровавый след, ведущий во тьму. Идем по нему. Идем по нему. Идем по темноте. Так, что у нас тут интересно будет? Ага, спрятан клад был. Так, вот это уже нам не нужно, можно укидывать. Факелок разожгем. Ага, еще три чудика тут появились. Давай-ка мы, наверное, сколько тут? 95% попадания. А если надрез? 5,8. и кровотечение, да, делаем? Кровотечение. Хорошо, давай я так сделаю лучше. Будем травить заднего гада. 83, 85. Прожали, гада. Так, неплохо, я вам скажу. Трудные заклятия. Ну, конечно, чумной доктор, блин, стресс ловит все равно. Минус этот недогриб. Как его там величать? Грибной зомби. Грибной зомби. Удар вслепую. Ну, так, прозрей в начале, а потом уже ударяй. Добиваем. Ну, и остался лишь зомбарь здесь. Никудышный, которого надо обязательно сейчас нахлобучить по черным причем. пробьем его. Ну, в принципе, можно. Да, на семерочку звезданули. И теперь давай вот так вот попробуем. Ать, как, хорошо. Кровоизлияние получил, и, я думаю, песик 95%. Ну, хорошо, хорошо, сдохни сам сейчас. Нет, добьем тогда уже. Нет, лучше уж пускай сдохнет сам, мы подхилимся лучше. Пока. Завираем и двигаемся дальше. Так, где факел? Гори ярко, огонь. Я не хочу тут ходить в темноте, мне страшно, если честно. Так, все ближе и ближе, ребята, мы, скорее всего, к бабушке Еге, которая нас уже, наверное, ждет. Фамильные драгоценности, которая там наверняка уже разожгла огонечек, разогрела сковородочку и ждет, когда мы там придем. Так, назойливые жужжания, действительно назойливые. Ага, о да, испытай на себе силу крови. О, молодец, стресс снял, хорошо, умничка. Так, давай-ка бомбанем дядика по ним. Так, траванули только комарика. Равнодушие оскорбительное. Типа ему пофиг, да, на нас? Ладно, но метка висит, метка висит. А раз метка висит, это очень плохо, ребята. Так, 90 процентов. Ай, не добили. Но он сдохнет. Это факт. В следующем ходу. Так, не добили чуть-чуть. Сбор крови. Сейчас будут заражать. Наверняка чумной этой херней. Уклонились. Отлично. А мы не уклонимся, ребята. это мы будем добивать. Вот так вот. Что и требовалось заказать. У нас есть шанс чего? Вот так вот травануть их. Вот что у нас есть. Хе-хе, сдох комарик. Ну-ка, песик фас. Ну и остался лишь тут один уродец этот. Прожмем, нет? Ах, чуть-чуть не хватило. А вообще-то все, ребят, нормуль, нормуль. Ему кранты. Все отлично, без потерь. Как всегда, мы на высоте. Что это такое у нас? Купча. Она мне нужна, ребята, купча. Как же я без нее? Так, вот это вот выкинем. И вот у нас еще есть такая фигня. Блин, она тоже мне нужна, по идее-то. Это у нас приглашение. Хотя у меня их целая куча уже. Но я думаю, что чем больше их будет, тем лучше для нас. Эх, еще, ребята, три комнатки. Три комнатки. И будет бабушка, скорее всего. А уж как мы там с ней будем драться, я ума не приложу. Старая ведьма. Причем каждый босс, ребята, здесь имеет три модификации. Сейчас мы в данный момент идем на самую легкую. Потом будет посложнее. Как вот у них там свиной принц, потом свиной кто там, король. И там свиной, я не знаю, там, властелин. Как-то вот так вот. Ну, да, владыки небесные, я здесь, чтобы исполнить вашу волю. Тотем отталкивает и отвергает нас. Хорошо хоть отравление не прошло мимо. Да жуйте, жуйте, есть у меня что пожрать, не волнуйтесь. Что, кто-нибудь здесь не хочет? Никто? Посмотрите. Я сам посмотрю. Но ничего интересного мы здесь не находим. Бабуля, ты где? Но это не бабуля далеко. Блин, поменяли, конечно, местами, это хреново. Мне не нравится. Я против этого. Так, вестолку мою хотят атаковать. И атакуют, гады. Давай меняться местами быстрее. Так, трудное заклятие. Все на вестолку, а. Все в нее стресс вгоняют. Вы смотрите, ребят. Давай-ка. Вот так вот, на всех. Пускай дохнут от кровопотери. Удар вслепую, я тебе говорил, иди прозри. Потом будешь ударять. Мимо. А, нет, смотрите-ка, попал. Щегол. Что там сделать? Давай, наверное, добьем вот этого. Ну, не добили, все равно ему конец. Ну, давай теперь вот этого. Я думаю, что ему, нет, этому еще не конец. Он еще поживет маленько. Помучается. Вестолку мою атакует, а. Боевую жрицу. Сенопорк. Агрессия. К чему это нас приведет? Прекрати дрожать и в бой. Вот это ты правильно говоришь, наконец-то. Что-то у меня тут, ребята, как-то темненько стало. Надо, по-моему, факелок зажечь. Вот так вот. Ну-ка. Никаких нафиг нам стрессов не нужно. О, вот так вот будет лучше. Ну что, давайте, ребята, уничтожать уже в конце концов их. Не достаем, блин, не достаем. На, получи. Вырезаем опухоль. Это ты точно говоришь. Ё-моё, уклонение, а. Смотри-ка, повезло как. Причем, ребята, это какие-то обычные люди. Вот они просто надели на себя черепки. А вон там видно, что люди. Но что они делают среди нежити, ума не приложу. Впечатляет, но настоящую силу дает только священный огонь. Ты давай держись, у меня, блин, впечатляет ее там что-то. Не дуплись раньше времени. У нас еще старая ведьма, блин. Моментум. Вот тебе, блин, и моментум. Что, может быть, вот так вот? Предмет невозможно, но, естественно, ничего мы ценного не нашли. И, я так понимаю, вот здесь у нас будет уже ведьмочка. Давайте формацию поменяем. Наверное, вот даже вот вот так мы сделаем. Ага. Все отлично. смотри, в мешке добыча. Отлично. Записки мы эти оставим. Что, не стало, что ли, хватать? Как же так? Тотем наделяет герою силой. Что, неромания какая-то? Что за неромания, блин? твою дивизию. Что ж вы так все меняете-то нас местами-то? Мы этого не заслужили. Вот, наконец-то, все встало на свои места. На тебе, гад, порезом. Эти личинки, в принципе, ребята, ерунда. Что ты делаешь? Что ты там? Уклонились. На. Легкий такой удар от собаки тебе. И добивочный. Вот. Прожгли. Все, идем дальше. И я так понимаю, ребята, сейчас уже точно должна быть ведьма. Ну, стопудово вам говорю, что она должна быть. Подготовились. Все. Кажись, все. Давай, посмотрим. Ёппорс, это вот она. Одерживаем мани и безумец. Живой пример разрушительной силы зла. У нее котел здесь. Сопротивляемость к яду 60%. К оглушению 100%. Пу-пу-пу-пу. И что ж тогда мне делать? Ну, давай я кину на всякий случай. Вдруг прокатит. Ага, прокатило, ё-моё. Так. Не восприимчивость. Ну, это котел не восприимчивость, понятно. Бабуля-то, я смотрю, нормально так вот скринчила. Так, что дальше? Что она будет делать? В котел. Ах ты! И что же мне теперь делать? Что это там она поливает? С приправами какими-то? Так, мне нужно атаковать котел или что? Когда у нас этот фанатик был, который нас вешал на деревья, которые якобы горели, ну, на доске, нам приходилось, да, вот так вот делать, чтобы спасти. Ну, видимо, здесь то же самое, ребят. Опять в котел. Теперь щитоносца. Ядрёна вошь. Блин, я даже не знаю. Во, скринта достали. Отлично. Так, размягчение мяса. О-о-о! Вот это размягчило. Ха-ха-ха. Мяско. Чумная граната. Чумная граната. Ядовитый залп. Давай-ка ядовитый залп. А, не достаем. Тогда гранату. Так, отравили маленько. Отлично. Так, снятие стресса. Нам пока это не нужно. Бомбим. Ага. Достали. О, она и отравленная, и кровопотеря у неё. А интересно, щитобоица у меня пробьёт её. 90 процентов. 7,13. На 11 вжарили. Это, я считаю, хорошо. Очень даже хорошо. По-моему, ей, ребята, конец. Опять она ловит моего этого. Такие руки, да, бедные там варятся. Я тебя сейчас спасу. Не бзди, да. А он зарубь её потихоньку теряет, а? Рука света. Что это такое? Блин, маловато. Этого недостаточно. Приправа сейчас кого-то посыпет, да? Ха-ха. Ведьма старая, а? Кошёлка. Дайте мне спасти, меня нельзя есть. Ха-ха. Ты. Это точно. Выходи оттуда. Давай сиди. Притулился. Давай бомбочку бросим, да? Ещё раз, как говорится, траванём её. Всё, ребят. В принципе, ведьма оказалась довольно лёгкая, но котёл этот очень сильно меня нервировал. Так, что тут мы получаем? 15 урона на позиции 1 и минус 3 процента к шансу душевного подъёма. Эх, я даже не знаю. Ну, давай ключик мы этот выкинем. Это мы возьмём. И два факела нам тоже уже не нужны. И возьмём вот этот вот. Да, отлично. Возвращаемся, ребят, с вами в город. Но, по крайней мере, мы увидели, что такое вели. Так, 4 с половой голды мы здесь получаем. И плюс за поход 3 800. Ну, считаю, что опять же удачно всё это вышло. Смотрим, что мы тут с вами получаем. Плохой целитель. Да здравствуйте. Ну, 2 процента к риту это хорошо. А вот то, что плохой целитель, хотя мы не особо это и не лечим, если честно. Так, ненависть к мистике. Булимия. А вот это вот хреново. Так, богобоязнь. И знаток бухты. Это хорошо. Ненависть к людям. Урон от стресса против человека. Ну, это вот против бандитов как раз то, что нужно. Давай возвращаться в город. Может быть, какие-то там новости сейчас появятся, нет? Будь чём-то или нет. Порадуй нас. Лихая темнота. Как подметил один, что-то не так с теми тенями. Чего-то их так болтает и крутит. Жителям рекомендуется оставаться по домам до зари. Все мероприятия по снятию стресса менее эффективны. Ну, зашибись. Ну, специально, что ли, жаждет крови. Так, а чё он жаждет крови? Неужели у меня нету этой, той самой крови, которую он жаждет? Видимо, нету, ребята. Ну что, дилижанс у нас как там? Ммм? Бандит есть, смотрите, ребята. Трёшечка. Так, а у нас что по бандитам? Трёшечка и здесь двушечка, да? Вот этого, кстати, можно, наверное, даже убрать. А этот у нас с чем? Блин, тут у него не лучше, конечно, не лучше. Но зато у него броня там прокачанная, ребят. Угу. А у нас здесь только вот у этого прокачанная. Слушайте, наверное, придётся нам вот с этим пареньком распрощаться. Хотя я этого очень сильно не хочу. Ну, придётся. Придётся. Только ли... Да что такое-то? Дайте мне выложить-то всё спокойно это. Ладно, пистрис. Был рад с тобой поработать, но пора тебе, друг, пора. Пора. Так, смотрим дальше. Что нам нужно? Нам хватает, ребята, да? Да, да, 31. Это, ребята, максимальное, что мы с вами можем взять. Всё. 31 персонаж. Но это и хорошо. Так, опытные рекруты. Ой, здесь, чтобы этих опытных рекрутов нам получить, нам нужно здесь развивать и развивать. Ядрёно вошь. Но зато 31 персонаж у нас уже может быть в копилочке. Это хорошо. Так. У нас денег пока позволяет. Я думаю, что надо кое-кого отправить от лечения всех болезней, от стресса и так далее и то подобное. Так, иди снимай стресс. Одну хилку мы с вами отправили. Так, бичевателя, наверное, мы с вами... Так, сколько? Так, этот не хочет. А ты? Ты пойдёшь, да? Ладно, иди снимай тоже стресс. Так, сколько у нас тут... Можем, да? Улучшает... Так, удушевляет лечение на 15%. Так. Понятно. Давай сделаем вот так вот тогда. Пускай лечится на здоровье. Мне для своих бойцов, ребята, ничего не жалко. Пускай лечится. Они, как говорится, показывают всё, на что способны и всё делают ради меня, чтобы я был доволен. Так, болезни, болезни. Какие у нас болезни есть? У нас очень много, ребята, болезней всяких. Каких только хочешь. Так, минус... Так, минус 20%. Так, лечение... Блин. Давай, наверное... Может быть, вот это... Сколько? Ё-моё, ну и ценник, ну и ценник. Нет, перебьёшься пока. Так, ну что, дорогие мои друзья, давайте мы, наверное, на этой ноте с вами завершим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей и продолжим играть. Причём задание, смотрите, уничтожить 8-ми фунтовую пушку. Ух! Как представлю, аж с дорогу. Ладно, ребятушки, всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok